это iphone 8 плюс девайс 2017 года выпуска а это ipad air 2020 только вот по факту что тут 60 fps что тут также 60 fps под моими хэндкам и многие люди удивлялись что такой пожилой девайс выдает плавную картинку когда у некоторых проблемы на айфонах 10r xs max и даже 11 интересные реакции я себе сказал что на каждом из этих видосов у меня была включена запись экрана но дело тут не в каком-то чуде от apple забегая вперед скорее причина в том что они подруинили остальные девайсы сразу скажу к сожалению моя инфа скорее всего большинству никак не поможет и это грустно ведь представьте насколько проще молодым талантом было бы войти на компетенте в сцену если бы они с девайс со стабильными 60 fps стоил не 50 к а скажем 20-25 тысяч есть конечно ipad но с него норм турики не поиграешь если кто-нибудь думает что на iphone 10r и подобные я нагоняю вот вам старая stories hardpaddle с того самого 10r или вот фрагмент геймплея фейца у которого 11 если на 11 лаги это что-то в порядке исключения то iphone 10r действительно у многих тротлет и это факт и на фоне этого всего когда девайсы от той же компании с процессорами следующих поколений более мощными периодически выдают подобное вопрос каким чудом вот эта пожилая мобилка до сих пор дает 60 вполне стабильных кадров с черт побери записью становится капец каким интригующим а ответ тут в пяти символах не ему ладно ай с 12 а вернее 12 и 4 ее предшественник то есть 11 слегка подкатила производительность так как много где появились новые интерфейсы и все такое но вот 12 направлено на улучшение производительности практически ничего нового не добавили но апнули оптимизацию 13 вроде не была глобальным апдейтом а в четырнадцатом ios история повторяется много что переосмыслили и добавили но пабджи девайсы стали показывать себя хуже многие знакомые мне игроки говорили об этом может тут связь не напрямую совет 14 с каким-то конкретным изменений которые она привнесла но факт в том что тот же iphone 8 плюс на 12 и 14 а вес в игре ведут себя как два разных девайса короче чего происходило с моим 8 плюс изначально все было нормально он тянул игру так как он должен тянуть при нагреве он фризил это нормально 8 плюс уже со старой это все логично но в какой-то момент он просто выключился я смотрела youtube он был не горячий не холодный вот он просто взял выключился и все три дня ни на что не реагировал потом просто сам взял включился и вот после этого момента он начал очень сильно фризить него придел рабочий стол калькулятор календарь настройки папка тем более в помню мне было от от 20 до 50 фпс по ощущению максимум типа не больше хотя доступно было по-прежнему экстремально то есть вести себя он так начал с такими дикими фризами только после того он внезапно выключился вот на этом видео я играю с айфона 10 который имеет почти тоже железо что моя восьмерка но нагрелся даже от грёбаного тдм а и пару раз в нем же подлагнул поэтому видос вышел такой короткий дальше играть было тупо некомфортно как итог если у вас осталось резервная копия на 12 13 с или вы имеете достаточно опыта чтобы сделать это безрезервной копии чтобы улучшить перформанс в пабге откатиться вполне себе вариант бэкать на 11 наверное особо смысла нет но там уж сами смотрите свою очередь apple специально или нет но как я говорю ранее подруинила комфорт игры на устройствах до 11 айфона мораль лично я взял себе red magic и пока не жалею чё уж ну ждите хендкомов в 90 а если кто-то вдруг все еще не понял мой 8 плюс не лагает потому что на нем стоит ios 12 и 4